Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хочу представить вам гостей моих, которые... Мы сейчас находимся в Подмосковье у меня, как вы видите, по интерьеру. Значит, речь пойдёт о вот таком интересном продукте. Это презентация масла органа, причём такой, как я понимаю, эксклюзивный, не просто продукт, а именно ещё и потому, что именно этот продукт масла органа, потому что производят, я так понимаю, несколько производителей, но тем не менее, не буду говорить о том, о чём я не знаю. Лучше я передам слово нашим гостям. И, кстати, пожалуйста, попрошу представиться вас и вас, ну, так сказать, для наших зрителей, кто вас не знает. Ну, и потом уже я задам вопросы по этому маслу, да? Можно, Ира, с вас начнем? Да. Дорогие друзья, меня зовут Симоненко Елена. Я рада дарить обществу те знания и наработки в области здоровья, которые на сегодняшний день удаётся находить, разрабатывать и создавать. На сегодняшний день удалось за многие годы найти для меня лучшее в мире масло. Это органовое масло. И именно это вы правильно сказали, потому что секрет производства и уникальность этого масла я предоставлю, конечно, с вашего позволения, мистеру Хусейну. А вот теперь представим мистера Хусейна. Расскажите, пожалуйста, о себе, так сказать, немного, ну и потом уже о продукте своего. Попробуем вдвоем. Меня зовут Хусейн Нейми, я доктор-фармацевт и производитель масла органов Марокко. Я генеральный директор компании «Мазик органов Марокко». И, конечно, с радостью здесь нахожусь с друзьями, чтобы вам представить такой уникальный продукт, который является маслом органов. А скажите, пожалуйста, то есть у вас, как мне, своё производство, и вы технолог, разработчик данного продукта? Я являюсь, конечно, производителем своего продукта масла органов. И вы должны знать, что масло органов производится только в Марокко. И больше нигде на планете. Если вы слышите, что масло органов из Тунеца, из Египта, это неправда. Потому что лес, и ещё раз повторяю, что дерево органов – это лес и не плантация. Находится в Марокко и больше нигде на планете. И ещё добавляю, что находится в Марокко в определённом регионе Марокко. То есть не везде в Марокко. И были такие попытки, чтобы посадили эти дерево, плантации, сделать все этого леса как плантации, но не получилось даже в Марокко, внутри Марокко. Я знаю, что в Израиле выросло это дерево, но, к сожалению, не дало плоды. И то же самое в Мексике. До сих пор ботаники не могут объяснить, почему это дерево растёт именно в этом регионе Атлас, который находится между городом Агадир и Эс-Сауэра. И вот этот лес – это всего 800 тысяч гектаров. Для всего мира. Тысячи гектаров? 800 тысяч. А, 800 тысяч. 800 тысяч – это 10. Но представьте, по сравнению с оливковым маслом, это одна точка. Ну, конечно, кружечная, крупинка. Да, да. И поэтому я говорю, используйте масло органа сейчас, пока. Ну да, пока ещё есть такая возможность. Есть такая возможность. Скажите, а в чём же тогда уникальность этого масла органа, чем оно полезно и как его применяют? Вы должны знать, что масло органа, в общем-то, в Марокко используется уже давным-давно. Берберы наши, первые жители Марокко, это берберы, используют это масло уже 2000 лет назад. А масло органа стало популярным, могу сказать, 15 лет назад максимум. Вот. Уникальность масла органа, в общем, это содержание витамина Е. Да. А есть такой вопрос, и оливковое масло тоже содержит витамина Е. Ну, и льняное масло, и кунжутное, и много других. Да, да. Но масло органа содержит витамина Е, и здесь нам нужно рассказать про витамина Е. Давайте. Витамина Е, чтобы люди понимали, это история четыре братья. Витамина Е – это не одна структура, это восемь структур, из них четыре. Это альфа, бета, гамма и дельта. Так? Да. Когда я еще учился во Франции, когда была речь о антиоксидантной активности витамин Е, это всегда речь еще о альфа. Так, мы всегда повторили, альфа, альфа как самый антиоксидантный витамин Е. Просто недавно, года три, четыре, было доказано, что на самом деле это не альфа, является антиоксидантным витамин Е, но это гамма. Это самый сильный компонент витамин Е в борьбе против свободных радикалов. Здесь свободные радикали, просто чтобы это объяснить, это молекулы кислорода, которые у нас накапливаются в организме. Они образуются всегда, когда мы ищем, у нас эти радикали образуются. Но есть количество свободных радикалов, против которых организм уже не может сосыщаться. И здесь главная роль гамма-витамин Е в борьбе этих свободных радикалов. Если мы болеем, если мы стареем, если мы умираем, это, в общем-то, из-за свободных радикалов. И количество свободных радикалов увеличивается в организме при курении, при стрессе, при... В употреблении жареной пищи. В пищи, да, да. И когда уровень свободных радикалов достигает такой уровень, организм уже сдается. Человек болеет, человек находится в таком состоянии... Свободно-радикальная теория старения, в общем, организма, которая зависит. Это 15 лет была теория. Здесь уже принято, принято как объяснение, уже не теория. А где проводились вот эти исследования, где было вот именно проверено и доказано, что именно... Да, доказано вот это разные команды, разные команды в США, в Японии, во Франции, в Марокко. Это независимые команды, это ученые, которые не имеют никакого отношения с маслом органа, у них никакого интереса, чтобы мы не думали, это Марокко поддерживает таких ученых. Ну, сейчас, понимаете, для науки, для науки это важный факт, понимать, потому что были, изучали раньше витамин Е, но интерес не был такой сильный, потому что было Афа, ну и дальше что? И я когда разговаривал с Леной, вот в пути, вот по пути, я вчера читал такой факт, что было доказано тоже в США, что содержание Афа витамин Е в нашем организме остается постоянным. А, наоборот, всю жизнь, а наоборот, содержание гамма-витамин Е в нашем организме, в крови уменьшается с возрастом. Вот, объяснение... Понятно, да. Скажите, но эти гамма-витамин Е есть и в других продуктах, в принципе? А, да, это тоже очень правильный вопрос. Вот. Берем самый простой и близко к нам пример, это оливковое масло, да? Вот такой, можно сказать, даже не умный, а логичный вопрос, почему я должен потреблять масло, которое стоит 5-6 раз дороже, чем оливковое масло, да? Здесь содержание гамма-витамин Е в органах масла где-то в 80 раз больше, чем в оливковое масло. Представьте так, 80 раз больше, чем в оливковое масло, и активность как антиоксидант где-то в 120 раз. Это придется нам умножать 80 на 120, чтобы представить, насколько колоссально агама-витамин Е активны в борьбе против свободных радикалов по сравнению с альфа. Ну, как понял, да, это весомо очень. А опыты вот именно проводились по, ну, так сказать, на, ну, я имею в виду, ну, как всегда сначала там на мышах-крысах, потом на уже люди, есть ли какие-то результаты исследований подобных, то есть постоянное и длительное применение, например, масла приводит к чему? Да, да. Конечно, вот сам факт, когда наука открыла для себя, что это не альфа-гамма, конечно, здесь уже другой, можно сказать, стимуль изучения гамма- и альфа-витамин Е. Было давно, были такие результаты, статистические результаты именно в области Агадир и Эссавира, где живут эти берберии. И было доказано, что вообще уровень, мне этого слова не хватает, уровень жизни и длительность жизни в области Агадир и Эссавира, где растется арган, и где этот народ живет благодаря вот маслу аргана, почти на 30% выше, выше нормы Марокко. Представьте, я не говорю даже выше нормы Европы, потому что Марокко, это Средиземное море, и у нас длительность жизни высокая. А какая средняя продолжительность жизни вообще Марокко и среди тех берберов, которые… У них, знаете, встречать 110-120 лет, это легко, это не эксклюзивность. И не только люди живут, потому что мы можем жить 110 лет, но мы можем жить 110 лет лежа на кровати. Понимаете, в чем? Это активные люди, которые вот даже, я когда жил с ними вот несколько дней, вот, люди, которые открывают вам свою жизнь, которые говорят, я в 110 лет, и у меня есть и сексуальная жизнь. Ну, понятно, понятно. То есть, только сейчас, понимаете, чтобы быть интерес науке на плане маркетинга, это требует большие деньги. Да, конечно, потому что разные факторы влияют на продолжительность региона, потому что известно, что, например, среди даже Якутии, тех же народов Крайнего Севера у нас, например, тоже есть отдельные группы, то есть популяции, так сказать, данного, ну, я не буду говорить, ну, в общем, группы этноса, которые локально на определенном участке территории живут больше, чем на других. И, конечно, этому есть объективные всегда факторы на то, просто их надо изучать. Но, если примерно одинаковое питание, климат, прочее, прочее, там, воду только надо изучить, очень важный момент, вода, да, важнейший, то, конечно, так сказать, такой фактор, как вот это масло, потому что, я так понимаю, что остальные жители не так потребляют, да, ничего. Нету возможности для них, хотя у них почти одинаковые климатические условия, они тоже живут, это тоже сам народ Бербер, они тоже живут в горах Атласа, но большая разница. Я даже заметил, даже это у женщин, вот женщины, которые используют масло органов в косметическом цене. Вот, кожа, да? Да, кожа и волосы. И волосы. Да. У этих женщин очень крепкие, длинные волосы. Почему? Потому что они объясняют, когда они еще маленькие, их мамы, их бабушки составляли мазать волосы маслом органов почти 2-3 раза в неделю. Это для них режим жизни. Ритуал. Не только ритуал, это обязательность, это как они кушают. Понятно. Дочка моя, ты должна сегодня, ты должна через день, ты должна через 2 дня. Вот, это риск. И поэтому у них такая кожа. Я не могу вам объяснить. То есть они выглядят моложе своим? Моложе, здоровые. И поверьте, у них иногда климатические условия хуже, чем в Москве. В отношении холод и ветер. Ветер. И сушает кожу, который. Конечно. Ветер. Иногда даже и снега. Это как гемомарк. Да. И люди думают, может быть, это Африка, там не бывает снега. Почему? Наоборот, там же есть снег. Какие высоты на дуэль не может, конечно. Есть снег, есть и ветер, и они очень красивые. Даже я занимаюсь туризмом, да, с любовью, потому что я обожаю Марокко. И приглашаю своих, не могу клиентов сказать, это друзей. И когда они видят эти дети, просто они очень красивые. Очень красивые. И женщины. И тем более, когда женщина не все показывает, это, знаете, это фантазия. И наш мозг так работает. Если вы видите на 2 секунды красивую женщину, наш мозг представляет ее в 200 раз красивее. Ну, я в подтверждение ваших слов скажу, что действительно те люди, вот кого я знаю, или лично, или понаслышке, которые имеют очень большой возраст, и при этом именно внешне выглядят очень хорошо. То есть, кожа, лощеная, вот это. Они потребляют, они, по крайней мере, мажутся и внешне. То есть, маслом, ну, у кого какие растут. Ну, в любом случае, это лучше, чем не мазаться даже оливковым. Потому что есть люди, вон, один 110-летний там сыроед, у меня видео есть там. Он в, там, сейчас, где-то в Латинской Америке, я не помню сейчас, да у него, он выглядит просто там на 75. То есть, у него вообще морщины практически, ну, там есть, но это, ну, не даже больше 70. Вот, все правильно. Тогда мы переходим просто к самому главному. Расскажите, как пользу... Во-первых, я так понимаю, что это, конечно, холодный отжим, и тут сохраняются все питательные и необходимые компоненты. Полный состав, вот тот, как природа дала в данном продукте, он здесь сохранен. Как, каким образом, что из... Давайте покажем нашим зрителям, как выглядят плоды, да? Да, да, я принес с собой несколько... Это то, что осталось у нас после выставки, потому что люди, конечно, покупают, и они тоже хотят для себя. Вот, это сухие плоды. Они, в общем-то, до месяца августа-сентября зелёные. Да. Как оливки. Как оливки, действительно, да. И мы их собираем, конечно, в конце августа и в сентябре. Это работа женщин, это обязательная точность. Так, так, так. Здесь как раз уникальность технологии, почему оно сохранилось. Да, давай. 92 грамма на 100 граммов масла. 92 грамма на 100 граммов витамин. 92 грамма на 100 граммов, это очень высокая концентрация. Потрясающе. Так. Так, женщины собирают эти зелёные плоды, их сущат на террасе. И я хочу здесь отчеркнуть, почему это такой момент, что это именно женщины. У меня, вот это, не в письменном договоре, но у нас, в общем-то, условный договор. Когда сжимаешь руку человека, там, у берберов, это уже стоит лучше, чем договор. Но это тоже с моей стороны помощь к этому народу, чтобы женщины зарабатывали деньги за это. И они собирают, конечно, все эти плоды, у них это как ритуал. Потому что они поют свои песни. Я это видел по рейшному географику, как раз показывали. Да, вот целый день. И поскольку я выбираю самое дорогое место в горах, чтобы были самые чистые плоды, мы их кормим там, на месте. То есть мы не готовим, а дают деньги, чтобы они сами приготовили. А то принести для них сэндвичи, это без смысла. Они не будут это кушать. После того, как они собирают эти плоды, они их сущат. Сущат, я могу сказать, на солнце две недели почти. Когда есть хорошее солнце, это 30 градусов. После этого идет первая очистка. Это ручная работа, у меня нет ногтов, здесь ногты. И, в общем-то, если у вас... Раскалывают. Да. У вас, наверное, больше получается. Я могу здесь... Жесткий. Да, да, жесткий. Да, да, я его смогу сейчас очистить. А, вот, 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 вот он. Это... Вот он орешек. Это первая очистка. Так. Это первая очистка. Очистка. Это очень легкая. Так. Да. Здесь просто влажность. В общем-то, вот эта первая защита, она сухая. И поэтому легко это очистить. Но самая трудная работа, вот эта, здесь еще находится фрукт, семена, который... Сейчас мы покажем нашим зрителям. Покажите, вот. То есть, вот этот орешек, вторая стадия, надо расколоть и вытащить вот такой, как будто по размеру, как тыквенное семечко, вот такое. Ага, ага, так, ясно. Здесь нюансы сейчас расскажут. Можно растереть в руках и увидеть, да, насколько жирные вот эти семечки. А-а-а. Да, попробуйте. Да, даже по запаху. Запах, который у вас сейчас в руках, находится здесь в масле. Ага. Вот. И знаете, как я объясняю, что это самая трудная работа, потому что это только камни. Камни. Только камни. Если вы это не умеете делать, как я, у вас будет в конце дня не пальчики, а... Здесь очень больно, если неправильно. Понятно. Да. Если неправильно, наносите удар. И почему нужно носить правильный удар? Не только, чтобы не было больно, но чтобы эти семена были целые. Целые. Понятно. Это очень важно. Почему? Потому что здесь есть, как говорить по-французски, фильм. Это защита. который защищает вот эти семена. Вот окисление, да? Плёночка. Плёночка. Так. Да. Да. Можно вот сломать и почувствовать вот эту плёночку. Вот она. Да, да, да. Вот. Посмотрите, когда процесс окисления начинается с этой страны. Так. Вот. Это тёмная страна, а здесь, поскольку ещё есть защита, это белая. Здесь процесс окисления ещё не начался. Так. Мы выбираем только белые, чистые семена. Это называется по-берберски афьяш. И у меня в своей команде одни опытные женщины, которые не подтверждят, не подтверждят, не испортят материал. Материал, да. Это очень важно. Почему? Потому что это у меня будет меньше расходов, потому что сломанные я их не использую, я продаю. Есть покупатели для этого, да. Мы используем только целые и белые семена. Это очень важный тоже момент, потому что после этого, когда они заканчивают свою работу, есть одна женщина, которая ещё раз проверяет, что действительно здесь есть только целые и белые семена. Двойной контроль такой идёт. Двойной, это очень важно. Когда у нас эти семена, прекрасные, красивые семена, начинается процесс аджима. Вот. Здесь понятие холодного аджима имеет полное, полное понятие и конкретно, что это такое. Это, во-первых, механический аджим. То есть, это масло, которое у меня здесь в руках, вот. Это является сок семена органа. Здесь механический аджим и здесь без добавок, без ничего. И важно здесь температура. Когда мы говорим о холодном аджиме, здесь у меня лично 74-75 градусов, это максимум. Когда в аппарате аджима температура достигает 74-75, всё останавливается мгновенно, стоп, мы делаем перерыв, мы даём эти аппараты отдохнуть. И у нас это происходит в закрытой комнате, где работает кондиционер, чтобы помогать этого процесса быть в холодном. А это шнековые отжимы происходят шнеками, то есть винтами такими, то есть, ну, шнековые, то есть, ну, как архимедовые винты, то есть, есть масло жинки, вот, есть прессы просто опускаются. А, нет, это не пресса, да, действительно, да, да. Архимедовые винты, да? Да. Ясно. Просто я поясню нашим зрителям, что те, кто имеют в виду, вот, думают, это холодный ужин, 40 градусов, прочее, внутри камеры, где вращаются сами винты, всегда температура выше. В момент пиковой зажима, вот, двух винтов, между ними материал, поэтому просто и говорим. То есть, по сути, это те же самые, как вот мы привыкли понимать, те же до 40 градусов. То есть, на выходе масло капает, оно ниже температуры, чем нагревается внутри аппарата. Вот, просто чтобы наши зрители понимали, потому что это вы понимаете и я, как технологи, потому что мы тоже масло производим другое. Вот, поэтому всё в порядке. За этот миг, который выше, то есть, около 70, не уничтожаются ценные компоненты, то есть, не происходит совершенно никакого. Я повторяю такой момент, почему 70, потому что у большинства кооператива, где производство масла органа, это 110-120 градусов. Да, конечно, это уже всё. Да, потому что витамин Е 70 кратковременно, некоторые секунды, вот те, что проходят через пик вот этой температуры, через пресс, а потом моментально стужается уже там 40-30, это не опасно совершенно, то есть, не влияет на качество и витамин Е остаётся в живом виде. Вот, понятно. Понятно. Так, хорошо. А теперь тогда скажите, ну и конечно понятно, что сразу это разливается и… Нет. Идёт лишь этап фильтрации. Фильтрация. Фильтрация это двойная. Ага. Это механическая фильтрация. Да. Ага. А затем 10 микронов. После этого мы отдаём масло отдохнуть. Да. Да. Масло у нас стоит в канистрах, но здесь тоже важный момент, что мы запрещаем себе использовать пластиковые. Да. Это запрещено. Хотя даже если ПЛТ, у нас это нет, у нас канистры из металла. Ага. Да. Это сохраняет все свойства масла. Был такой момент у одного друга, который тоже занимается маслом органа, производитель масла органа, он экспортировал большую партию во Францию. Я не знаю, я не скажу кому, но такая большая компания, которая делает разные косметические средства. Ага. И он звонил мне вот ночью даже. И испуган, потому что получил майн, что его масло содержит фталаты. Ага. Из-за того, что он в пластике держал, да? Дело в том, что он тоже не использует пластик. А как же? Как же? Просто он смотрел, осмотрел и отрицал, что его масло содержит фталаты. Но, к сожалению, результаты доказали, что есть фталаты. И я был у него, проверяли еще раз, проверяли. Ну, короче, мы сидели, стояли вот в одном зале, где женщины очищают фрукты органов. Ну, сидим, сидим, вот так разговариваем. И вдруг я видел, что одна женщина после того, как собрала у всех эти очищенные, она использовала пластиковый, как это называется? Совок такой. Совок. Понятно. Представляете? Даже так. Да. Насколько. Это чувствительное. Кровки как бы. Да. Вот. Нежные. И она, вот я ему сказал, смотри, вот откуда у тебя в палате. Чувствительное. Да. То есть оборудование лабораторное показало даже наличие микроскопии. Да. Идет проверка серьезная у вас, да, вашего сырья? Да. Это… Ну, там медицинская… Да. Это во Франции. Франциссическая. Да, да. Очень, очень. Парфюмерная компания, которая для нее важна. Ну, понятно, они сами исследовали просто этот вопрос. Да. Потому что это очень важно в контракте, что это масло, вот, если вы говорите, что у вас результаты анализа так, если мы обнаружим еще какое-то вещество… Примесь какую-то, да. Которое вы примесь, все, это масло нам не нужно. Понятно. Вот, и поэтому это очень важный момент, тем более, когда я вижу здесь, и не только здесь, и в России, что продается даже масло органов или другое масло в пластиковых бутыльках, это просто ужас. Да, естественно, да. Масло вообще любое надо только в стекле продавать. Ну, да. А стекле здесь тоже можно несколько слов сказать. А стекле, кстати, да. Мы выбираем стекло, я для своего масла покупаю стекло из Италии. Да. Потому что у нас сертификаты на это стекло, и он специально сделан for cosmetic use. Это специально для косметического средства. потому что стекло можно купить в Китае в 10-15 раз дешевле. Да. И там, наверное, примеси свинца могут быть, что ли, да? На сто процентов. Понятно. Вот. Это стекло, вот это из Италии. И гарантии есть, и сертификаты у него есть. Ну, конечно. Понятно. Вот это у нас был рассказ о косметическом масле, или, если правильно, как берберии это называют, это масло из необжаренных плодов. Которые они применяют сами косметически, испокон веку. То есть, как они используют и как косметическое средство, и в пище. И в пищу, конечно. Да. Вот это масло, которое мне рассказал сейчас. Потому что сейчас другое понятие, это пищевое масло. Мы сейчас дойдем, да. Здесь большая, маленькая разница. Вот. Чтобы у вас получилось пищевое масло, мы берем эти латы, мы их не обжарим, мы просто их нагреваем в духовке немножко. Ну, минут 3-4 в духовке. Почему? Когда мы их нагреваем, и идет также процесс джим и фильтрации, у нас масло органа пищевое с ароматом. Очень приятный аромат. И поэтому еще раз повторяю, что по-настоящему существует масло органа из необжаренных плодов и из обжаренных плодов. Разница это в аромат. Масло из необжаренных плодов не имеет запаха. А масло из обжаренных плодов имеет приятный аромат. А берберии, конечно, они используют масло из необжаренных плодов как косметическое и пищевое. Это просто разница во вкусе. Ну, а все-таки проводились ли исследования на предмет потери свойств при термообработке при жарке? Ну вот, когда мы сделали свои анализы, конечно, это называется слепые анализы. Мы же не говорим, где пищевое, где масло из обжаренных и масло из необжаренных. Мы называем это масло номер один, масло номер два. Ну да, но и все-таки по сути, что надо сказать. И результаты, конечные анализы доказывали, что этот процесс нагревания не влияет вообще на содержание витамин Е. И у нас это доказано, и мы это с гордостью пищем в каждой бутыльке. Вот когда берите в наши бутыльки пищевое масло или косметическое масло и сравниваете содержание витамин Е. Ну, то есть, витамин Е все-таки достаточно термостойкий, витамин, по крайней мере, незначительный. И коротковременно, главное, в термообработках он действительно там практически не изменяется. А вот скажите, ну, тем не менее, в ваших вот упаковках вот для пищевых, ну, так сказать, целей кому-то будет приятный, так сказать, кто-то захочет, конечно, иметь этот особый приятный специфический аромат. Ну, а кто-то скажет, а я лучше, если есть возможность, буду чистый абсолютно без термообработки. Можно? Нужно, я тоже уже хотела. Есть ли такие, да? Это косметическое масло, которое мы используем для волос, для кожи, да? Да, там, да. Так. И его же, соответственно, просто. А в каких распасовках есть? Теперь давайте скажем нашим зрителям варианты косметического и варианты, так сказать, пищевого. Итак, вот косметические есть от... Косметические у нас разные объемы. Так. Здесь, здесь у нас вот это. Так. Раз, два, три. У нас по 15 миллилитров. Это вот самый маленький вот это, да? Это, это другая гамма. Здесь, это масло органа и... Ну, это мы сейчас. Это другое, да. Но это для объема немало. А, для объема, да. Объем, да. У нас есть такой, 15 миллилитров. Так. Это еще 30 миллилитров, но разной бутылькой. Почему? Это пипетка, а это дозатор. Дозатор. Спрей, да. Кому как удобно. Кому как. И это было тоже вкуса. Так. И, знаете, мы придумывали такой объем, 15 и такой, потому что женщине, когда... Ну, с собой взять небольшую сумочку. Подарок, например. Ну, или по маленькому. Это является очень, очень хороший подарок. Ну, да. Даже некоторые в кооперативе, в фильме, покупают огромное количество таких бутылок. Чтобы коллективу женскому, так сказать. Ну, и мужскому, да? И мужскому. Тоже, да? Вот. И приятнее, конечно, вот эти женщины, некоторые во время выставки, о, Хусейн, спасибо, мы получили это масло в подарок, это приятнее, чем получить розу в подарок. Ну, кто знает, конечно. Так, значит, итак, 15. 15, это 30, это 50. Так, 50. И у нас и 100 миллилитров, к сожалению... С собой не взяли? Не взяли. Ну, по объему... Такая же форма, но 100. Да. По большей, 100 миллилитров. Ну, здесь у нас... пищевой нормальная растасовка для многих видов мази. Да, да, да. Вот 100 миллилитров, но здесь можно посмотреть, какие объемы спрей и пипетки. Ага, ага. Ну, что ж, да, вот 100 миллилитров есть. Вот в таком варианте, только больше 100 миллилитров. Ну, грубо говоря, вот такого прибора. Почти. Почти так. Кому удобно мазаться из пищевой буты? Ну, в принципе, да. Пожалуйста. Так, это касается, то, что касается объемы косметического масла. А пищевое масло... Да, пищевое. Здесь... Начинается... От 100... У нас 100 и 250 миллилитров. 100 и 250. Да, и если здесь вы заметили, у нас разные этикетки, я потом вам расскажу. Это у нас золотая этикетка и здесь серебряная этикетка. Это из обжаренных плодов. Так. Это из необжаренных плодов. А! Вот это и это совершенно одинаково. Все ясно. Просто вот такая черная серия. Просто две серии. Гругой прозрачный классический вариант. Косметический. Ну, чтобы уже привычно. Да. Стиль, этикетка. А это у нас классический пищевой для кухни. Ну, условно. И вот у нас есть серебряный цвет. Вот такой вот. Это значит необжаренный. То же самое, что вот это. Совершенно. Ну, а вот этот золотистый цвет, это то самое, где производилась небольшая обжарка, три минуты в духовке до того, как... Здесь очень приятный аромат. Да. Особый. Очень приятный аромат. И вкус. И вкус. Да. И вкус. Лена, а расскажите вот теперь нашим зрителям, какие ваши ощущения? Почему вы решили заняться вот тоже этим маслом? Несколько слов о себе с точки зрения питания. Да. Практикую. Скажите. Не являюсь тотальным сыроедом. Но восемь лет это как образ жизни уже, да? Сыроедение, эко-продукты и так далее. Дело в том, что найдя это масло, я поняла, что для себя я нашла лучшее в мире масло. А почему именно так вы поняли? То есть, что этому, так сказать, вот какие ощущения? Во-первых, внутренние ощущения. Во-вторых, это уже теперь знакомство с этим маслом. Любое. Вы долго потребляете? За месяц съела искренне больше литра. Вот прям сходу, потому что даже на голод на несколько дней зашла перед тем, ну вот попробовала масло, потом у меня были разгруженные дни, и такая тяга к нему появилась. Прям вот организм чувствовал, что он это хочет. Хочет этот продукт. А изменения какие-то произошли? Волосы пошли, да. Вижу, что волосяной покров, много новых точек роста пошло. Прям вот прям волоски. А вы сразу потребляли внутрь, во-первых? Внутрь. Большое количество внутрь и на лицо. На волосы совсем чуть-чуть. А как на волосы наносите? Либо в шампунь несколько капель, либо на ночь, перед там утром я буду мыть голову, я на ночь намазываю. Масло восхитительной легкости. То есть просто проборы делаете? Делаю проборы намазываю, масло не остается ни на одежде, ни на подушке, потому что впитываемость, может быть, это вот эта вот дама молекула, она встраивается. Это очень важно. Масло органа сейчас носит другое название, это сухое масло. Почему сухое? Потому что… За счет свойств таких особых. Быстро впитывает. Очень не оставляет никаких… Вот как женщина скажу, любое масло… Давно кремы уже ушли из жизни. Любое масло… И правильно. Масло Баобаба, масло Бёрд де Карите, я разное по миру масло нахожу и использую. И я могу сказать, после любого масла фактически, лучше кокосовое, ради бога, остается жирная пленка. Вот само масло по текстуре, восприятию, даже когда его кушаешь, оно как вода, оно вот такая жидкая такой, да, по консистенции. Вроде бы масло, но вроде очень легкое. Его глотать легко, то есть если по ложке целиком. А вы как? Ложкой? Я его в салаты кладу, либо в какую-то другую пищу. Причем оно настолько уникальное, его можно положить в какао. То есть, казалось бы, да, какао мы делаем с салатским, причем здесь масло. Те, кто начнут с этим маслом знакомиться, те, кто гурманы, да, оно добавляет интриги, оно добавляет ароматы. Его не обязательно лить много, но даже ложечка в любом салате, честно говоря, ваша аджика и вот эта ложечка в салат все, салат раскрыт, вот уже ничего не нужно. То есть, знаете, вот эти композиционные вкусы, я влюблена в это масло по вкусу и по качеству, потому что лицо, да, лицо лучше стало, честно скажу. Я имею в виду кожа, она наполнена, она насыщена, очень легко впитывается, легко работает. Я очень довольна. Искренне, я очень довольна этой находкой. Кстати, ну это и причина, почему я здесь, потому что мне искренне хочется поделиться. Занести до людей, да? Ну, это же находка, ну правда. Ну вот, дорогие друзья, речь про то, вот мы тут собрались, решили это все вам показать, как бы совместить два в одном. То есть, с одной стороны, действительно, показать вам такой интересный, уникальный продукт. И действительно, я много раз в жизни видел передачи различные, я интересуюсь именно, ну понятно, специфическими передачами, не все подряд, что в мире происходит, чем занимаются люди, вот как раз про местное население, о чем я говорю, что женщины сидят, все это я видел, да. И действительно, про эти чудесные свойства давно слышал. А тут вроде, ну слышал, слышал, много чего мы слышали, забывается что-то, что-то вроде там. А тут вот мы несколько раз уже с Еленой встречались на эту тему, и тут решили, а почему вот не встретиться непосредственно, такая возможность есть, приехал к нам вот сам непосредственно… Из первых рук. Да, первые руки. Вот эти руки готовят вот это масло. Да, да. Кстати, откуда у вас такой русский язык, скажите, хороший? Я, в общем-то, люблю русский язык. И я считаю, что я недостаточно хорошо разговариваю по-русски. Хорошо, вполне. Потому что я марокканец, я араб, марокканец, да. И говорю по-французски отлично вот, и по-арабски. Мне так хочется, что тоже у меня был такой уровень разговора по-русски. Тем более русский язык очень-очень богатый. Я знаю, о чём я говорю, потому что тоже арабский, очень богатый и гибкий язык. И это может быть красиво, но это тоже немножко усложняет этот язык. Это правда. Кстати, Пушкина не читали? Пушкин читал. Я вас любил и люблю. Это первый, да. Понятно. Нет, русский язык, конечно, очень-очень красивый язык. Когда у вас есть эта возможность сравнить разные языка, это... Прекрасно, да. Это многое открывает для понимания вообще мира. Когда язык — это дело логики, это математика. Когда вы... Чтобы правильно изучать и говорить любой язык, вы должны знать его структуру, скелет. Когда вы поймёте логику языка, вы тогда сможете свободно его понимать и использовать. И я считаю, я понимаю логику арабского языка, французского языка, английского языка и русского языка. И поэтому я советую сначала не изучать, как говорят, оптом любого языка. Но вы должны хватить такой момент. И чтобы понять логику этого языка, вы тогда... Всё. Дорога для вас... Дальше будет проще говорить. Проще, да. Ну что ж, вот. И поэтому, возвращаясь к разговору о масле. У вас теперь, дорогие друзья, мои зрители, будет такая возможность это масло приобретать у меня. Ну, кто знает, что вот и приобретает мои разные биопродукты. Вот появится такая чудесная линейка. Вы, пожалуйста, напишите даже под роликом, есть ли у вас интерес, потому что вот через какое-то время появится, но ролик, наверное, выйдет раньше. Второе. Значит, какие вам интересны варианты расфасовок, ну, так сказать, вот мер косметической серии и мер пищевой серии. Ну, пищевой тут понятно, 250 и 500 всё проще. Здесь вот четыре, так сказать, варианта. Вот. Ну, и будем ждать вашу обратную связь. Я уверен, что вас, конечно, этот продукт заинтересует. Тем более, что действительно есть такая возможность взять лучший в мире. Ну, вот это понятно, что уважаемый профессор посвятил этому, так сказать, ну, немалую, да, часть своей жизни. И потом это, я так понимаю, ну, это я… Даю гарантию. Да, 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 да. Один человек, как говорится, увлеченный чувствует другого, что для вас это дело такой жизни, это не просто бизнес, а любовь дело. Это любовь. Ну, конечно. Это души. Конечно, конечно. Скажите, пожалуйста, а что вот это за цветки такие? Да. Давайте я вам расскажу сначала вот о масле еще, а потом… Ну, давайте. Давайте, давайте. Ползай, да. Поскольку я вам рассказал, что масло органа является сухим маслом, что это значит, что это очень хорошо впитывается сразу, мгновенно, почти. Здесь я могу использовать слово мгновенно, потому что здесь в России, в Москве, в общем-то, кожа сейчас сухая, страшная, страшно сухая. И у меня появилась такая идея, почему не использовать масло органок в качестве носителя. Угу. Для каких масл? Я очень люблю эфирные масла. Эфирные. Эфирные масла, конечно, очень интересные, очень полезные. И недостаток эфирных масл это, что они в основном жирные, они долго впитываются. Это первый недостаток. Второй недостаток это их токсичность в этот… Роза. В частом виде. Угу. Любое масло, любое эфирное масло. Но раздражение может вызывать. Не только, я говорю токсичность. Токсичность, да. Потому что эфирные масла нельзя рекомендировать беременным женщинам, нельзя, чтобы дети меньше, чем 6 лет тоже использовали. И поэтому здесь речь идет о токсичности эфирных маслах. Они очень полезные, но они только специалисты. Концентрированные. Концентрированные. То есть это дело специалистов. Да. Любой человек может их использовать. Вы решили добавлять? И в чистом виде они имеют огромную концентрацию аромата. То есть в чистом виде эфирное масло, можно сказать, что они не хорошо пахнут. Чтобы не сказать, воняют. Да. Даже масло розы, которое я вижу. Это розы. Да. С любовью нюхать. И, конечно, в таком виде невозможно их нюхать. И поэтому у меня была такая идея, вот почему не использовать масло органов, чтобы… Как носитель эфира. Эфир, да. Да. Здесь эта работа заняла у меня два года. Да. Это два года работы, чтобы получился такой аромат, такая концентрация эфирных масла. И тоже, чтобы сохранилось свойство проникания масла в кожу. Ага. Вот это, берите вот это масло и можете использовать в коже вот так. Заметили, что тоже не оставляет никаких ходов. Хорошо. Уже всё. Да. Это очень важно. Почему? Потому что здесь есть пятьдесят процентов масла органа. Здесь. Это очень большое количество масла. И разные растительные масла плюс эфир. Вот. Разных эфирных масла. Здесь у нас, в общем-то, восемь ароматов. У нас начинается от розы, которые все здесь любят. И у нас ещё такой аромат интересный. Здесь в нашем каталоге есть описание, краткое описание. Есть здесь. Видно? Наверное, нет. Здесь я заметил, что флорана – это нероли. Это нероли из Марокко. Вот. И некоторые, которые были в Марокко и нюхали такой… Флорана, вот она. Нюхали такое масло. Говорили, «О, Хусейн, меня это напоминает город Маракеш». Почему именно город Маракеш? Потому что вот у нас это дерево, апельсин, дерево апельсина, горького апельсина растёт везде. В улице вы гуляете там по бульвару, рядом есть вот эти… И запах, конечно, летом.